Всем доброй ночи, уважаемые друзья. Вот, решил вам дать сводку перед тем, как вы пойдете спать. Сегодня очень сильно обиделся у нас Аид на некоторых журналистов. Ну, у нас великие сказочники на наших некоторых каналах. Ну и люди, которые дают интервью, тоже рассказывают такие смешные вещи, что иногда, потом мы спрашиваем, а почему люди не верят им? Ну, конечно, они не будут верить, когда вы рассказываете, что у нас есть какие-то лаборатории, где мы собираем тысячи дронов, FPV. Украинцы, конечно, они на коленях собирают FPV-дроны, из-за чего у них, видите ли, очень плохое качество, а мы их вообще, вы что там, у нас тут лаборатории через каждый дом, понимаете? У нас этих дронов прям ой-ой-ой как много, потому что мы тут ушли в такой, как говорится, вперед перед всеми. У меня был очень интересный репортаж, сделанный из 810-й бригады морпехов, и они как бы рассказывают, как они, как бы морпехи, они вообще такие злые ребята, да? И вот на этом направлении они просто жгут. Ну и, само собой, они как бы очень интересно про дроны рассказывали. У них полное преимущество дронов. Вот этот миф, что у украинцев, видите ли, много дронов, это все ерунда. И оно действительно так, потому что все-таки мы, в отличие от Украины, сами все производим. У нас как штатные дроны, так и есть, скажем так, очень много, которые сами собираем. Вот все подразделения у нас, практически все, кто подразделения штурмовые первого края, они все обросли такими собственными мастерскими, причем понесколько. Вот, да, в каждом, ну вот, я свою славянку, первая славянская бригада, знаю обстановку, там в каждом батальоне своя мастерская, ФПВ, все собирают там сколько нужно дронов. Это не считая огромных поставок штатных, министерства обороны, и не считая, скажем так, серийных образцов. То есть украинцы воюют дронами самопальными, да, так вот, на коленке собранными, а мы воюем в том числе и серийными. Поэтому, друзья, сказочников у нас, дающих интервью со сказками, хватает. Я поэтому вам врать сказки рассказывать не буду. Скажу, что у нас действительно очень тяжело, значит, у противника действительно огромное количество дронов, которые он просто беспросветно использует круглые сутки, значит. Да, у нас тоже достаточно-таки количества дронов, мы тоже ему даем прикурить, но не скажешь, что у нас есть какое-то сверх преимущество перед противником, и у нас тут есть какие-то лаборатории. К сожалению, у нас нет ни одной лаборатории по производству дронов. Если кто-то мне покажет, где она есть, я съездил туда тоже, порадовался бы ей. Такие дела. Продолжение следует...